16 апреля на заседании Волоградской городской думы было продавлено решение о приватизации, о продаже, о включении в план приватизации целого ряда объектов, в том числе и центральный рынок. И вы видите, что здесь люди привыкли сюда ходить. Здесь, можно сказать, единственная площадка, где можно купить свежие овощи, фрукты, лучок, картошечку. И пожилые люди, которые живут в центре, они привыкли сюда ходить. И сегодня это все хотят выставить с молотка, не только центральный рынок, еще ворошиловский рынок. Еще в общей сложности около 80 помещений выставлено на продажу будет. И в том числе, в том числе, 7 отдельно стоящих зданий. Вы понимаете? То есть такая спешка, я не понимаю, к чему. Почему хотят все это? Возможно, тут все, рынок, например, центральный, он рентабельный. Центральный рынок, он приносит доход в бюджет города. В чем дело? В чем проблема? Кому понадобилась эта территория? Да. Возможно, кому-то понадобилась эта территория для строительства очередного небоскреба, какому-то олигарху или так далее. И, возможно, кто-то в администрации города еще не успел отбить те деньги, которые были вложены и за которые были куплены должности в городской администрации. И сейчас очень быстро спешат все распродать. Хотя исполняющий обязанности губернатора Андрей Иванович Бочаров сказал, что стоп, пора остановиться. Мы можем все продать. И человек, который подписывается под этим, он становится соучастником этого преступления. Поэтому я еще раз говорю, что депутаты городской думы не становитесь соучастниками этого преступления. Сегодня вы подпишетесь под разбазариванием и продажей с молотка муниципального имущества, а завтра люди вам будут плевать в лицо. Еще один аргумент я хочу привести, что помещение центрального рынка является памятником архитектуры. И сегодня разрушать это строение и продавать его с молотка – это просто преступление. То ощущение, что Боженова уже сегодня нет. Вы знаете, что он буквально чуть-чуть не успел продать очень много объектов государственной собственности. И сегодня Боженова нет. Боженовщины уже нет. Но остались его последователи в городе, в Волгограде, в руководстве городской администрации. Такое ощущение, что дело Боженова процветает уже после его отставки.